Девятка рекомендует! Это прямой эфир, друзья! Рядом со мной Светлана Якимова, стилист-имиджмейкер. Сегодня мы будем в мужской моде. Говорят, что в Кирове очень трудно мужчинам одеться. Сегодня мы будем развивать этот стереотип просто в дребезги, потому что у нас есть классная, стильная и, самое главное, что выгодный комплект для вашего кошелька. Мы есть прямо сейчас, друзья, в прямом эфире в Инстаграме. Всем привет, ребята! Ну, а также прямой эфир идёт в группе ВКонтакте, ну и на телевизоре Девятка рекомендует, тоже есть. Светлана Якимова, доброго вечера! Добрый вечер! Вы сегодня отправились в салон Total Look, собрали мужские луки. Итак, рассказывайте, с чего мы начнём, на что прежде всего нужно обратить внимание мужчинам? Ну, я решила сегодня сделать такой эфир не совсем деловой образ, а немножко casual, потому что очень многие не любят, многие обращаются ко мне, как же выглядеть по-деловому, но не одевать вот эти вот костюмы и прочее. Поэтому мы сегодня немножко такой микс сделали и для спорта, и для деловой жизни тоже. Начнём мы, конечно же, со спорта, потому что здоровый образ — это наше всё. Это тренд, это тренд сезона, мужчины любят быть на спорте. Итак, какой лук покажем? Мы покажем сегодня лук, который можно носить и со спортивными костюмами, и с джинсами, то есть в зависимости от того, куда вы идёте. Если идёте заниматься спортом, можно более свободно, более лёгко, более спортивно одеть. Если вы пошли уже гулять, но хотите выглядеть по-спортивному, тогда можно одеть джинсы. Супер, покажем сейчас? Давайте, да. Итак, лук номер один. Так, ну мы хотели на модели там. А, у нас есть. Михаил уже пришёл прямо сейчас. Давайте сначала начнём с модели, а потом её дополним. Я приглашаю сейчас Михаила, девчонки. Вы сейчас просто, ваши сердечки растают, потому что, когда приходит Михаил к нам в кадр, всё становится на порядок интереснее. Итак, расскажите про этот лук. Да, сейчас один из трендов, он был ещё в том году, остаётся и в этом году, это, конечно, бомберы. Бомберы различные. Я покажу и более утеплённые бомберы. Вот есть такие, вот можно их применять уже, когда прохладно будет. Сегодня вот у нас более тёплый день, и бомбер вот с такой отстрочкой, он даёт динамику, вот все полоски, вся вот такая вот геометрия, она даёт динамику, это ещё больше прибавляет спорта. Сейчас мы его одели, такой немножко casual стиль, который он может, спортивно-казуальный, который он может носить и в повседневной жизни. Но этот комплект мы можем пойти, если добавить какой-то спортивный костюм, например, вот такой, с такой же курткой, у нас получится такой спортивный образ, и в нём мы можем пойти, например, гулять на пробежку, в спортзал, мы будем всегда стильные и интересные. Также хочу вам ещё показать в этом году, очень у нас актуальные принты, вообще принты динамичные, полоска, вообще любая геометрия очень актуальна. Мы можем также добавить, например, вот такой вот ему джемпер, и он может в нём как в спортивный куда-то зал пойти, например, если мы добавим ему спортивные брюки. Но мы оставим на нём этот же бомбер, и вот такая полоска, она будет поддерживать и яркость, будет давать и динамику. Вот в таком образе он может пойти уже куда-то в спорт, а в таком варианте может отдыхать. Голосуйте, какой лук вам нравится больше, пишите нам комментарии в группе ВКонтакте и в Инстаграме. И, кстати, тот, кто оставит комментарий, сегодня получит кодовое слово на скидку, на покупки, друзья. А в тот лук, между прочим, не только мужская одежда, но и женская. Если вы заберёте своего молодого человека, скажете, мы на шопинг пошли, ну ещё себе тоже что-нибудь возьмёте. Ну что, лук классный, супер, друзья, мне нравится. Я ставлю лайк, не знаю, как вы. Светлана, можем пока отпускать переодеваться нашу модель? Да, мы можем отпускать переодеваться. Супер, друзья. Так что обратите особое внимание на эти луки, тем более, что Светлана показала, как их можно миксовать. Буквально 2-3 вещи, как мы сегодня увидели, и стильные осенние луки для прогулки. Да, самое главное, хорошо, когда они сочетаются между собой. То есть вы с этой же курткой одели спортивный костюм, переодели в кэжул, и у вас как бы меньше вещей и больше результата, больше образов. Ну что, друзья, первый блог, так сказать, у нас закончен, но впереди будет много всего интересного. А прямо сейчас я предлагаю просмотреть сюжет. Между прочим, недавно я отправилась на практику гвоздестояния. Светлана, вы стояли когда-нибудь на гвоздях? Буду стоять в воскресенье. В Дэви школе будет день рождения, и у них будет мастер-класс для желающих. Смотрите, что вас сейчас ждет, друзья. Многие уже, наверное, слышали про то, что некоторые люди становятся на гвозди. И сегодня мы попробуем это сделать. Итак, у меня есть проводник по гвоздестоянию. Это Данил Котков. Расскажи, пожалуйста, как нужно правильно вставать на гвозди. Во-первых, это доски садху. Садху означает в переводе «святой», доски святых. Где-то 3,5 тысячи лет назад в Индии кочевники наколачивали в деревяшку гвозди, садились под голову, просто брали чурбан деревянный и передвигались по святым местам. Встаешь или ложишься, или работаешь с гвоздями – это практика о себе, о тебе самом, в первую очередь. Потому что, когда я встаю, то есть я наблюдаю за своими ощущениями внутри себя. Что происходит, куда отходит, где-то во внутренние органы. Какой есть страх, какие зажимы. Есть, конечно, девушки, которые я их называю «самака». Это не ругательная? Нет, это просто «самака». Что значит? Это значит, девушка, которая привыкла все самостоятельно делать, бороться с этим миром. И вот они встают, с виду не подают никакого типа вида, то, что больно, еще где-то. Да, я могу. Вот проходит буквально 5-8 минут, а бороться уже с этим невозможно. И тут проявляется истинность. Я больше всего боюсь быть просто «самакой». Это жесть! Это жесть! Дышим, 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 дышим. Я не могу пошевелиться. К боли нельзя привыкнуть, ее можно только принять, и все. И идти дальше. Я стою на доске, и люди хотят спрыгнуть. У нас главное правило – я тебя ставлю, я тебя снимаю с досы. Можно встать дома одному. Я начал точно так же, просто начал прислушиваться к себе. Просто с проводником, как и с тренером в спортзале, эффект будет лучше. Есть рекомендации, есть инструкция. Кажется, что я всю жизнь так буду стоять на этой боли просто. Что лучше – простоять 10-15 минут или же десятилетия стоять и проживать одну и ту же ситуацию, которая раскручивается, как маховик. Расхождение с некоторыми йогами у нас происходит. Они стоят на минуту, на две и ходят. Да, человек получает свои инсайты, какие-то уроки, открытия, но он встает, получает боль и с этой болью уходит. Сейчас вообще кайф. Вот больно, но кайф. Вот реально. Просто ты… Вот мне кажется, что сейчас какое-то такое состояние пришло. Ну, я вообще как будто все выкручилось, я как будто не на съемке нахожусь. Где-то после 5-8 минут боль уходит. Ты попадаешь в состояние альфа, в состояние полного спокойствия, когда ты уже начинаешь кайфовать. В этом состоянии я прошу людей побыть, понаслаждаться, попланировать что-то у себя, потому что в голове происходит порядок. Есть такое ощущение, что все вокруг, везде гвозди. Вот реально, такое ощущение, что весь просто зал в гвоздях. А я стою на самом безопасном месте. Эта энергия поднимается очень сильно снизу вверх. Эту энергию важно направлять. А-а-а! Это очень больно! Все, я сама катать теперь. Это была жесть! Еще хуже, чем вставать! У меня нет ног! Вот сейчас ощущения крутые. Вот когда вот это все отходит, это действительно кайф. И когда ты уже действительно принимаешь и встаешь, мне удалось состояние альфа все-таки на себя принять. Это круто! Ты себя по-другому реально ощущаешь как-то. Ты вообще другой человек. Вот сейчас я вообще не знаю, что со мной происходит. Ну что, друзья, мы продолжаем. Светлана Якимова сегодня мы собираем мужчин, так сказать, в эту осень. Подбираем им стильные, классные луки. У нас уже готов еще один образ. Прямо сейчас Михаила просим сюда подойти. Михаил, пожалуйста. Ой, посмотрите. Цвет у нас появился какой красивый. Да, в этом году еще для мужчин очень актуален цвет. Так как у нас мужчины боятся цветов, поэтому дизайнеры для них используют темные цвета, такие бордовые, темно-зеленые, темно-синие. Но эти цвета прямо вошли-вошли в обиход, и они очень актуальны, трендовы. На многих показывают их многие дизайнеры. В этом луке я хочу показать, что довольно простой… Вот сейчас вы видите у нас образ в целом, да, с верхней одеждой. Мы позволим немножко себя раздеть Михаила. Можно цвет добавлять не обязательно яркими какими-то… Одеждой можно просто добавлять аксессуарами. Если мы, например, обувь добавим какую-то цветную, ремень цветной, у нас уже образ заиграет. Что еще хочу я вам показать, что в этом году очень актуальны жилетки. Вообще костюмы тройки, жилетки – это все актуально. Если, например, ваш мужчина, ему не нравится пиджак, ему жарко, ему как бы и так много его, да, тогда можно просто использовать жилетку. Можно ее не застегивать, можно застегивать. Но вот таким образом, как бы для деловой среды, очень актуальный комплект. Мне нравится, вот очень стильный. Я бы сразу, если честно, такого мужчину обратила внимание, когда вот он выглядит так. Потом мы можем также добавлять сюда… А, еще, так я вам уже говорила, что в этом году очень в тренде разные принты. Даже есть цветочный принт, который мужчины взяли у женщин. Но его в основном используют в рубашках и кому идут по чертам лица. Мы взяли брюки, у которых есть принт, небольшой такая вот мелкая клеточка, даже, можно сказать, рябушка на брюках. То есть, если вы хотите что-то более интересное сделать, можно вот образ обыграть вот таким образом и добавить сюда рисунок вниз. Светлана, есть вопрос от наших телезрителей. Они спрашивают, у мужчин многослойность – это тренд? Вот я смотрю, тут уже у нас два слоя. Да, многослойность – это тренд. Он как у женщин, так и у мужчин. Единственное, обращайте внимание, корпулентен у вас мужчина вверху или нет? Если он корпулентен, то не надо на него еще городить какую-то капусту, он будет еще больше. Корпулентен – это? Это, ну, так скажем, больших размеров. То есть, когда ножки, например, худенькие, а живот есть или еще что-то, животик есть, как бы такой корпулентный, большой, красивый, упитанный. Крупный мужчина. Крупный мужчина, да. Поэтому ему вот как раз лучше использовать в многослойности жилетку, потому что она не добавляет вот этой капусты, но многослойность составляет. Вот, что еще хотела показать. Можно также вместо жилетки добавлять, вот, например, под рубашку, да, добавлять различный цвет в виде жакета. Вот тоже будет смотреться хорошо, с бортовыми ботинками будет перекликаться, да. Можем вот таким образом. Кому нравится, например, рисунок какой-то, можно добавлять в рубашку вот эти принты. Они будут также смотреться, сочетаться очень красиво. Ну, и кто прямо хочет такой совсем-совсем какой-то, там, например, банковский работник и прочее, что не надо никакой, да, все, строгости, можно просто чуть-чуть взять оттенок голубого цвета и его сюда добавить. И он будет тоже смотреться неплохо. Отлично. В такой образ мы можем, ну, мужчины не все любят, очень многие мне говорят, что я вот не люблю, но кто любит, кому там позволены галстуки, мы можем в такой образ добавить галстук, да, убирать его. Мне вот интересно, девчонки, вы любите, когда мужчины с галстуками? Будет смотреться неплохо. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. В комментариях. Нравится вам? Вот мне лично тут все, по-моему, прекрасно. Да, тут как бы вот это все обычно нравится девушкам, но мужчинам некоторым не бы расстегнуть, мне неудобно, хочется свободы. Вот если хочется свободы, не надо его утруждать, а если приемлемо, то галстуки с жилеткой отлично очень смотрятся. Да, ну что, друзья, берите на заметку, потому что действительно жилетка – это очень крутая штука. Что хотел сказать? К ней можно подобрать. Так, про верхнюю одежду как раз есть вопрос. Да, про верхнюю одежду. Мужская верхняя одежда. А тут зависит от того, какой у вас образ. Если вот у вас более спортивный образ, как в первом варианте, мы можем носить бомберы. А вот во втором, уже более такой классический, мы одеваем любую одежду прямого кроя. То есть вот эта куртка, она недорогая, у кого там, например, не позволяют кожаны каких-то вещей, можно вот таким образом, можно показать прямо сверху донизу. И тут, видите, перекликается еще у нас цвет с обувью и смотрится очень динамично хорошо. И еще, буквально еще одну минуточку, в этом сезоне у нас актуально, как я вам уже говорила… Светлана, мне кажется, просто разошлась, она сейчас покажет вам всю верхнюю одежду, потому что как раз сейчас нужно согреваться, друзья. Вот такая теплая авиатор, куртка-авиатор, она тоже в море. Это тренд, да? Вот это прям тренд. И спорт, ну и как бы можно с деловым костюмом одеть, потому что на прямого кроя сейчас авиаторы идут не как раньше, такие зауженные детали, они идут более широкие, более оверсайз, поэтому им можно носить и с костюмами. То есть вот посмотрите, если в целом тут есть и динамика, тут есть и такая вот брутальность немножко и как бы деловой образ, что все вместе. Миш, подмигни, пожалуйста, если тебе нравится эта куртка, вот прям вот туда, подмигни, подмигни, я все показал, потому что кайфует от образа. Если честно, действительно очень классный стильный лук, поэтому мужчины в нашем городе можно найти все эти образы. Как раз в магазине Total Look заходить в торговый центр «Глобус», второй этаж. Я думаю, что Михаил уже знает наизусть просто этот адрес, потому что там частенько много чего. Мы Михаила разденем немножко и скажем всем цену, что вот эта куртка на самом деле вообще недорогая, 4 990, а выглядит просто топ. А посмотрите, она очень стильная, очень трендовая и очень теплая, так что бегом в Total Look. Ну что, Михаил отправляется еще у нас один лук переодеваться, ну а мы прямо сейчас, друзья, продолжаем и будем с вами узнавать новый рецепт. Между прочим, рецепт сегодня будет полезного шоколада. Как же его сделать и возможно ли такое, что он практически не будет вредить фигуре? Всем привет! Сегодня вместе с вами мы займемся здоровым питанием и приготовим полезный шоколад. Рядом со мной эксперт Юлия Липунова, которая как раз и знает секретный рецепт. Что понадобится? Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить шоколад на кэробе. Кэроб считается здоровой альтернативой шоколаду. Он не требует добавления сахара, поскольку сладкий сам по себе. И для шоколада нам потребуется всего два ингредиента. Это, собственно, кэроб и масло какао. Готовится он очень просто. Нужно масло растопить, смешать с кэробом, разлить по форме и заморозить. То есть все максимально легко и мы можем приступать? Хорошо. Нам потребуется масло какао. У меня масло нерафинированное в виде медальонов. Его нужно растопить до температуры где-то 55-60 градусов. А вообще, пока топится у нас какао-масло, давайте немного поговорим про кэроб. Кэроб-бобы, например, в Турции, Португалии и Испании используются для приготовления компотов. В Египте же с помощью кэроба готовят различные десерты. А на Кипре, что самое интересное, кэроб-бобы скармливают рогатому скоту. Представляете? Девать никуда. Порошок кэроба выглядит как порошок какао, но в то же время имеет от него несколько кардинальных отличий. Если какао-порошок бодрит и будоражит нервную систему, то кэроб, наоборот, успокаивает, замедляет и расслабляет. И в связи с этим считается, что кэроб – это порошок альтернативного здорового питания. Его можно детям, можно беременным, можно при крупном скармливе. Рекомендуется для диабетиков как альтернатива шоколада. И, в общем-то, всем людям, которые заботятся о своем здоровье. То есть это интересный продукт, на который стоит обратить внимание. Вот и какао-масло у нас уже готово. Оно растопилось. Что делаем дальше? Выливаем масло и всыпаем в него порошок кэроба через сито. Хорошо. Значит, пропорции такие на 50 граммов масла, 40 граммов или 50 граммов кэроба. Чтобы не допустить образования комочков, мы как раз и используем сито. Тщательно вымешиваем, чтобы комочков не оставалось, потому что в масле очень важно, чтобы все было очень однородно. Если мы хотим сделать молочный шоколад, добавляем туда сухого молока, также через сито. Если хотим горький шоколад, добавляем туда какао-порошок. Стоит, наверное, еще сказать, что кэроб – это продукт низкокалорийный, достаточно, поэтому если вы следите за своей фигурой, то обязательно попробуйте, наверное, приготовление данной шоколадки. Да, как альтернативу классическому шоколаду. У нас есть сублимирована вишня, орехи кешью и сублимированы стручки фасоли. Они очень интересны на вкус, но мы их не будем целыми, просто как для декора, вот таким образом. Ну что, насколько мы теперь это убираем в холодильник? Да, убираем в холодильник, даже в морозилку, чтобы все это быстро застыло. На какой период времени? Пока не застынет, в зависимости от вашей, соответственно, мощности морозилки, но я думаю, что минут 20 это будет достаточно. Наш шоколад готов. Остается достать его из формы. Оп! Идеальная плитка шоколада. Вот так легко и просто можно приготовить целую плитку шоколада в домашних условиях, при этом позаботиться о своей фигуре и немного заняться правильным питанием. Спасибо, Юли, за мастер-класс, было очень вкусно. Благодарю вас, пользуйтесь рецептом. На, сама сделала. Сама, и мне даже, как и любителям молочного шоколада, вполне достаточно сладости. Мы продолжаем. Я напоминаю, что у нас сегодня идет прямой эфир и в группе ВКонтакте, друзья, и в Инстаграме. Вы можете также потом посмотреть, если вдруг что-то не успели. И также каждому, кто напишет у нас комментарий в группе ВКонтакте, кто напишет комментарий у нас под постом с прямым эфиром в Инстаграме, ищите его сразу после эфира. Получит кодовое слово, промо-код, так сказать, на скидку 15% в магазин Total Look. Можно не только, между прочим, одеть там своего мужчину, мы сегодня говорим о мужской моде, но и также там есть классные вещи и для девушек. Поэтому можете прямо парой прийти и одеться с ног до головы. У нас готов еще один образ. Михаил вот уже буквально поправляется и подбегает, забегает к нам в эту студию. Ну что, ох, боже, посмотрите, какой красавчик, а? Поставьте лайки свои, ребята. Вот для тех мужчин, которые не любят цвет, как раз начинайте потихоньку. То есть вот эта вот водолазка, она очень теплая, она такого приглушенного бордового цвета, что, я думаю, мужчины согласятся. Ее можно поддержать цветом в обуви, будет смотреться очень здорово, они будут перекликаться, и этот образ будет объединять и соединять воедино целое. Слушайте, мне нравится вот этот образ. Он такой, знаете, уютный, он такой домашний, он такой осенний. И как раз спрашивают про цвета, какие цвета в этом сезоне актуальны. Ну вообще, в мужских, я говорю, что как бы стараются внести вообще цветные костюмы, но больше все-таки приглушенные. Есть и желтый цвет у мужчин, очень актуальный. Но это, мне кажется, уже для более спортивного такого образа, а не для делового. Мы немножко все-таки постарались собрать чуть-чуть и деловой образ, и чуть-чуть спорта для того, чтобы все это поддерживать. И у нас была богатая жизнь всем наполненная. Вот в такой же образ, как бы, хотела вам показать. А, ничего страшного, пусть там лежит. Вы же знаете, понимаете, что даже вещи уже прыгают к вам просто, как говорится, с нашего эфира. Ничего страшного, мы потом покажем в инстаграме. Мы просто еще хотели один белый свитер, который на нем был джемпер в первом эфире, вот он сюда тоже очень зайдет. Сейчас у нас примерочный, мы его не покажем. Вот есть белая футболка. То есть, если, например, жарко в офисе, да, если мужчина любит такой спорт-спорт и не раздевается, то, в принципе, можно обыграть белой футболкой. Белая футболка всегда нужна каждому мужчине, их мало точно не будет. Она многое смотрится, тоже очень интересно в этом образе. Ну и также белый джемпер, который у нас был на первом образе, он сюда тоже очень зайдет и будет образ такой освежающий. Нам принесли свитер! Мы его вам покажем. Вот, пожалуйста. Смотрите, у нас вот в этом теплом пиджаке есть немножко такая крапинка белая. Если мы сюда добавим белый джемпер, да, вот как-то вот так мы его уберем. Видите, он сразу заиграл, более освежающий образ стал. Если кто любит, мужчины, такую вот гамму белую-черную или, например, офис такой, да, более деловой, нельзя какие-то цветные вещи, то можно вот такую вот использовать бело-серую-черную гамму. Ну, также кто еще такой лайфхак, то вот, например, мужчины любят цвет, но они работают в какой-нибудь банке, где цвет нельзя применить. Хорошая подсказка, применяйте в ремнях и в обуви. Вам никто не скажет, но вы будете этим цветом доигрывать свой образ, и он сразу будет смотреться по-другому, более интересно. Классно. Светлана, спасибо вам большое. Давайте оставим у нас Михаила, как говорится, вот в этом образе. Мы сейчас будем уже заканчивать, друзья. Всем тем, кто посмотрел этот эфир в группе ВКонтакте, напишите комментарии о том, что я посмотрела, или просто поставьте лайк. Мы обязательно, сердечки нам пошлите и так далее. Также в Инстаграме после того, как мы сохраним этот эфир, напишите комментарий. И вы получите промокод, друзья, на скидку 15% в магазин Total Look. Как видите, все эти вещи сегодня мы вам показывали, они как раз оттуда. Поэтому вы можете прийти и выбрать себе полный образ. Так как сегодня мы собрали, например, Михаила по подсказке Светланы. Ну или, например, собрать себе новые образы. Девчонки, для вас там тоже много чего есть. С вами сегодня были мы, Светлана Якимова, ваша модель Михаил, магазин Total Look, и, конечно же, я, Алена Милина. В 19.30 не забывайте сегодня финал шоу Шопперы. Всем хорошего вечера. Пока-пока! Пока-пока! До новых встреч! Ну что? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова